Сходила в магазин, купила два молока, кефир, две сметаны 15-процентные, две творожные массы с изюмом, потом такие ванильные сырки, три штуки, вот такого еще одного не было. Ну, этот я сейчас съем, а этот нам останется. Так, сок, мультифрут, вчера так захотелось, купила литр, купила морской освежитель про запас, и купила вот такой восстанавливающий шампунь с кератином. И такой же шампунь, восстанавливающий с кератином для поврежденных волос. Вот, запаслась, короче. Кстати, в магазине был, вот такой был последний шампунь и последний бальзам. И там какая-то фигня была, вот именно Лореаль не было уже ничего. Я хотела, конечно, другую взять немножко, но больше ничего не было. Вот что было, то взяла шампунь и бальзам. Краску, крем для волос, краску купила, крем-краска стойкая. Ну, такой же, как у меня, золотистый кофе, потому что через месяц-два, перед Новым годом опять краситься надо будет. Через пару месяцев. Так, купила с гиалуроновой кислотой. Гиалуроном купила крем, черный жемчуг, вот это дневной, это ночной. До этого я другие покупала, 56+, какой-то обычный крем. Нарешила с гиалуроном попробовать гиалурон. Посмотрим. Дневной, ночной взяла, решила такой попробовать. Вот всё, что я купила. Ну, потратила где-то 2 с чем-то, 200 или 2400, точно не помню. В общем, потратила 2000. Ничего не купила из еды, только молоко, сметану, кефир, яйца, творог. И вот всё остальное вот это вот дорого стоит. Краска дёшевая, вот свежитель дёшевая. Самое дорогое это вот два крема по 250 и шампуни вот эти дорогие, по 300, наверное. В общем, всё, ребятки. Что хотела, более-менее купила. Я ещё там пробежалась, прогулялась по парку. Думала, ярмарка работает, но она, к сожалению, не работает. Хотела там кое-что посмотреть, себе покрывала на кровать. Ничего не работает. Не знаю, когда заработает ярмарка. По возможности ещё туда схожу. Сегодня у нас четверг, завтра я навряд ли туда пойду. В воскресенье я работаю, во вторник работаю. Вот, может быть, в понедельник я туда схожу. В среду уже смысла нет идти, потому что в среду я уже ходила, в среду не работали они. Значит, в следующую пятницу ещё схожу. Не в эту, в эту я... Ну, завтра, если смогу, схожу, но навряд ли. В общем, надо по понедельникам ходить. Потому что я помню, я когда в последний раз туда заходила, был понедельник. Смотрите, какое небо интересное, контрастное. Тут такие тёмные тучи, дождевые, чёрные ходят. А там прям такое небо лазурное, красивое такое небо. Белые облака, обалдеть. Дождичек моросил немножко под дождь, попало, промокло слегка. Но не сильно так. Так, как у меня тут снимают-то чётко, не чётко. Вроде более-менее чётко. Так, сейчас съем один творожок, сок попью. Вчера прям так сока хотелось. Больше пока ничего не буду. Пробежалась, прогулялась уже полтретьего. Ой, ребятки, какое небо обалденное. Прям так мне нравится. На телефон, телефон так не передают. Телефон всё-таки так не передаёт краски, как оно на самом деле. Огромное небо, такое красивое. А что тут на телефоне можно увидеть на маленьком экране? Совсем не то. Так, ладно, ребята. Наверное, на этом всё. Сегодня уже ничего снимать не буду. А если даже и сниму что-то вечерком, то смонтирую завтра, если будет что-то монтировать. Сегодня у меня выходной. Завтра отгул. В субботу выходной. Воскресенье на работу. И начинается воскресенье, через день работаю. И так, не знаю, до Нового года. Ну, и так до весны, до отпуска, если не закроют нас. У нас никаких там праздничных дней не бывает. Просто работаю, и всё. Если только совсем не будет такого локдауна, если ещё больше не ухудшится ситуация, если уж совсем всё не закроют, тогда, может быть, и нас закроют. Но вот видите, сейчас всех закрыли на 10 дней, а мы работаем. А музеи работают. Магазин ходить нельзя. Прям товарный. Куда там ещё нельзя. А вот музей можно. Ну, что делать? Народ хочет хлеба и зрелищ. Правда, кинотеатры закрыты, но мы работаем. Я бы вот тоже в кино сходила с удовольствием. Но всё закрыто. Такие вот дела. Так, сейчас я всё это уберу в холодильник. Все продукты, краску. Поставлю, где она у меня обычно стоит. Запасная. Пусть будет. Так, ну, остальное что, куда? Уберу сейчас. Небо какое красивое. И так быстро меняется. Видимо, там сильный ветер, тучки гонит. Тучки раздвигаются. И там такое, блин, две вороны пролетели. Такое небо шикарное. Просто шикарнейшее небо. Как, знаете, как ранней весной бывает. А это поздняя осень. А в ноябре, наверное, тучи будут ещё чернее. Такие снеговые. Лес будет совсем чёрный. Сейчас хоть там, хоть, хоть немножко какие-то, вон, жёлтая травка. Где жёлтая, где зелёная травка ещё какая-то. Ну, листики ещё не все облетели. Представляю, что будет через месяц. Вот ноябрь не люблю. Не обижайтесь, у кого в ноябре день рождения. Но я ноябрь не люблю. По-моему, самый противный месяц. Темно, холодно, снега ещё нет, листьев уже нет. Лес чёрный, земля чёрная, темно, холодно, ужас. Так тябрь ещё куда ни шло. Видите, небо какое красивое. В ноябре не знаю, что будет. Посмотрим. Хотя я думаю, что и в ноябре тоже бывают, ну, если такой вот солнечный денёк, вот как сегодня хотя бы. Если там проглядывает хотя бы чуть-чуть солнышко сквозь тучки. Небо какое голубое. А знаете, ребят, так интересно лететь. Вот кто летал на самолёте. Ну, я думаю, сейчас уже все летают. Летали в основном. Сейчас уже, наверное, редко найдёшь человека, который не летал на самолёте. Я вот совсем недавно начала летать. В прошлом году первый раз мы полетели в Калининград. В этом году второй раз. Всего два раза в жизни вот летала. В Питер, в Выборг мы там на поезде ездили. Летали только вот в Крым один раз и в Калининград один раз. Так интересно, когда летишь выше облаков. Облака внизу, так интересно. Или вот когда летишь сквозь облака. Тоже так вообще. Так здорово. А вот в последний раз мы возвращались ночью. Вот первый раз увидела ночную Москву. Жаль, что я сидела не возле иллюминатора, не возле окна, а вообще в среднем ряду. Большой Боинг у нас был. В среднем ряду мы сидели. Вообще далеко от окна. Ещё целый ряд, три сидения было до окна. Но всё равно, когда самолёт боком наклонялся, я видела вот ночную Москву. Так всё это ярко светится, мерцает, мигает. Так красиво. Вот. Наконец-то я полетала на самолёте. И днём, и ночью. В Крым днём пролетели. Уж я не помню где-то. Ну, днём, в обед где-то. Тоже так интересно. Летишь, внизу море. Так здорово. Так, ладно, всё, ребятки. Хватит болтать. Пойду я перекушу немножко. Творожок съём, сок выпью. Пойду в интернете. На ваши вопросы сейчас буду отвечать. Задавайте вопросы. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok